всех приветствую на канале удачники везде и с вами снова вязаный бульвар сегодня мы будем вязать классный детский топ из вот этого пряжи это alpino cotton palette турецкая пряжа 50 процентов хлопок 50 процентов акрила оттенок номер 17 это изделие я вяжу на девочку 9 лет окружность груди 62 сантиметра я набираю для этого цепочку воздушных петель из отрезка 40 сантиметров у меня без натяжки как раз получается 90 воздушных петель 40 сантиметров если мы подтянем то конечно же будет все 45 сантиметров оставшиеся 22 сантиметра от 62 окружности груди у нас будут в завязках итак теперь нам необходимо начать первый ряд вязания я буду вязать столбиками с накидом и так отступаю раз два три петли подъема и в четвертую петлю провяжу первый столбик смотрите так у нас получается два столбика уже в самом начале ряда поэтому я вяжу сюда второй столбик таким образом получается три столбика в начале ряда далее делаю накид отступаю 2 воздушные петли из цепочки и в третью вяжу снова три столбика с одним накидом вот так делаю накид снова отступаю 1 2 2 петли и в третью провязываю 3 столбика с одним накидом так продолжаем дальше до самого конца ряда после того как провязали первый ряд на всякий случай измерьте еще раз сколько сантиметров у вас изделия у меня получилось 41 сантиметр если отпустить и не натягивать то 40 сантиметров почему я так говорю потому что благодаря этому узору и вообще обычно после первого ряда цепочка которую мы набирали из воздушных петель она стягивается у меня тут все соответствует поэтому я спокойно продолжаю вязать дальше здесь у меня вот осталось лишние две петли потому что количество рапортов я не считала ничего страшного их всего лишь 2 и их можно легко распустить в обратную сторону но чаще всего я оставляю все как есть и потом просто сильно хорошенечко затягиваю и прячу их будет не видно и так что делаем дальше разворачиваем работу теперь нам необходимо постепенно сужать наше вязание так набираю 3 воздушные петли пропускаю 3 петли предыдущего ряда делаю накид и между столбиками там где мы пропускали петли нижнего ряда провязываю столбики с накидом тут везде будут провязываться 3 столбика в одно отверстие далее накид и следующую три столбика с одним накидом и так продолжаем вязать каждый раз через каждые три петли предыдущего ряда через каждые три столбика вот таким вот образом так постепенно мы навязываем до конца ряда и вот мы уже в конце второго ряда здесь мы делаем накид и вяжем петлю в столбик предыдущего ряда 1 столбик с одним накидом таким образом у нас работа будет постепенно сужаться далее 3 воздушные петли разворачиваемся справа налево делаем накид пропускаем первый скажем так веерок и между этими веерочками начинаем вязать ряд также столбиками с накидом по три столбика в каждое назовем отверстие и вот уже конец третьего ряда делаем накид и над столбиком над последним столбиком предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом 3 воздушные петли разворачиваемся пропускаем первые три предыдущих столбика и начинаем 4 ряд таким образом мы будем постоянно повторяться до того количества которое нам нужно я приблизительно еще сейчас посмотрю в процессе вязания сколько мне понадобится и конечно же вам об этом сообщу смотрите мы таким образом идем постепенно на сужение то есть это будет своего рода треугольник но не совсем тот треугольник который обычно мы видим в интернете из бабушкиного квадрата ведь узор и правда похож на него просто так сказать немного в другом формате прямо на середине 16 ряда у меня закончился целый моток поэтому присоединяю туда второй а присоединяю я всегда самым простым способом все и продолжаю вязать смотрите как можно спрятать в процессе вязания вот эти ниточки тут зависит еще от натяжки насколько будет видно но мы примерно на ощупь ориентируемся смотрите я вот придерживаю вот этими пальцами держа также изделия начиная провязывать столбик эти нитки остаются в середине столбика получается все и провязываю и тут у меня получилось слишком свободно значит я распускаю либо натягиваю предыдущий столбик чтобы он был чуть-чуть потуже торчащие нитки остались подальше вот видите теперь уже они не так близко крючку вот так вот они остались прямо внизу и так гораздо удобнее будет потом их спрятать а если бы у вас соединение ряда было бы на первом столбике то также оставляя посередине вот эти нитки также как мы провязали этот столбик то тогда ниточку бы осталось бы еще короче ее можно было бы просто отрезать но здесь у меня узелок виден даже поэтому нужно будет просто спрятать и это тоже вообще-то можно сделать сразу так вот и не будет видно а после отпаривания она вообще никогда оттуда не вылезет эту нить оставшуюся нужно отрезать тоже отрезайте не прямо с основания немножко оставив потому что когда изделие потянется она может вообще вылезть вылезти оттуда в обратную сторону все ничего не видно это занимает буквально несколько секунд и мы продолжаем вязать дальше и так и того я провязала 21 ряд здесь 22 сантиметра на данном этапе нам необходимо обвязать изделие конечно можно связать и дальше если продолжить вязать до самого конца то у вас получится даже косынка треугольные формы также можно оставить здесь и гораздо меньше вееров это по желанию я решила оставить так обратите внимание что обвязывать начинаем с лицевой стороны по первому ряду мы можем определить лицевая эта сторона или изнаночная мы идем самого верха там же где у нас остановилась вязание справа налево по периметру изделия одна воздушная петля переходим сразу под ножку последнего столбика с одним накидом вяжем дальше без накида прямо под столбик два раза все дальше мы видим здесь вот такой вот скажем дырочку это основание предыдущего ряда основания столбика который мы сюда провязали провязываем туда 1 столбик без накида дальше мы видим цепочку из воздушных петель под нее тоже вяжем два столбика без накида в основании 1 столбик под столбик 2 столбика в основании 1 дальше 2 1 и 2 и так далее по всему периметру в конце обвязки 1 полочки от начала ряда до нижнего угла смотрите вот подножки я уже здесь провязала далее вот это вот самые первые петли нашего изделия вот под основание столбиков с тремя накидами вот под эту полупетлю мы вяжем 1 столбик без накида и 2 столбик без накида все таким образом мы перешли далее под следующие петли под 2 воздушные петли которые мы пропустили в первом ряду вяжем 2 столбика без накида в основании 3 слот столбиков 1 столбик вяжем под воздушные петли 2 столбика и так дальше под конец обвязки нижней части изделия смотрите вот здесь вот у нас 3 петли подъема да ну в общем 3 столбик и вот в него самую нижнюю петлю мы вяжем 2 столбика без накида все мы таким образом перешли уже на вторую полочку и продолжаем обвязку в конце обвязки 2 полочки мы переходим к передней к верхней части так здесь вот под воздушные петли провязаны 2 столбика и в основании в петли 1 столбика с накидом провязываем 1 столбик без накида и 2 таким образом мы совершили переход все здесь уже все просто везде вяжем по одному столбику без накида в конце ряда просто соединяем за первую петлю который провязывали в начале ряда все обвязка у нас готова давайте обратим внимание на полочки смотрите с этой стороны видно что немного волнит а с этой стороны все ровно нигде ничего не волнит значит что здесь я вязала чуть свободнее а здесь потуже смотрите для того чтобы было одинаково можете распустить и связать эту сторону потуже если у вас есть такая необходимость смотрите после перевязки у меня даже осталось сантиметров 15 лишней пряжи то есть я связала здесь чуть потуже перевязала так скажем если все равно немножко фалдит то этого уже ничего страшного после стирки после отпаривания все выровнится но если же проблема не исчезает тогда дело в том как вы вязали эту сторону то есть первые петли первые столбики ряда либо последние столбики за плотностью вязания вообще-то нужно следить во всем процессе но иногда бывает так что мы отвлекаемся вообще забываем проследить об этом или порой бывает даже так что нам кажется что мы вяжем одинаковой плотности но оказывается нет поэтому иногда нужно себя перепроверять сейчас я провяжу еще раз все полотно столбиками без накида теперь когда обвязан второй ряд столбиками без накида изделие уже выглядит совсем по-другому гораздо более симпатичнее сейчас приступим с вами к вывязыванию лямок здесь нитку я буду отрезать потом в конце мы ее спрячем давайте начнем вывязывать лямочки для спинки в нижней части изделия с лицевой стороны там где мы провязывали в углу два столбика в одну петлю для перехода и соединяем нашу рабочую нить под первую петлю обратите внимание что вот этот хвостик остается посередине 3 воздушные петли делаем накид также придерживаем этот хвостик кладем его вот сюда следующую петлю вяжем один столбик вот хвостик у нас остается внутри столбика делаем накид следующую петлю вяжем третий столбик и следующую петлю 4 столбик можно 5 столбиков если вы хотите давайте например пусть будет 5 чтобы завязка была чуть пошире 3 воздушные петли вот эту ниточку уже можно отрезать она никуда не денется вот она внутри столбиков разворачиваем работу справа налево накид здесь петлю основания мы не вяжем сразу вяжем следующую петлю то есть в каждую петлю кроме петли основания вяжем столбики у нас всего должно быть 5 вот как раз петлями подъема будет 5 столбиков но можно вязать и по-другому смотрите вот 3 воздушные петли в петлю основания вяжем столбик дальше вяжем столбик 4 и 5 то есть мы не завершаем ряд провязывая в крайний столбик то есть в петли подъема иногда так бывает даже проще потому что там бывает очень ну туговато скажем так и из-за этого могут образоваться дырочки в начале ряда все вот так вот но здесь будет идти такой зигзаг вот видите вот так вот туда-сюда здесь выпукло здесь вовнутрь немного здесь опять выпукло здесь вовнутрь если вас этот зигзаг будет смущать тогда лучше вязать так как я показала в первом ряду пропустив петлю основания 3 4 столбик и 5 столбик вяжем в петлю подъема тогда у вас не будет никаких зигзагов и все будет идти прямо и того я провязала 31 ряд делаю накид разворачиваюсь и обвязываю 5 столбиками без накида ну как пятью вот этот вот это вот петля подъема будет считаться как это все делаю 1 1 воздушную петлю срезаю и все ниточку можно спрятать сейчас а можно и в конце вязания таким же способом таким же образом аналогично мы вяжем лямочки и здесь сверху от угла 5 столбиков с накидом и здесь тоже самое и соответственно и с другой стороны кстати еще хочу добавить что чем длиннее вы свяжете завязки тем дольше можно будет носить это изделие то есть о чем это говорит это говорит о том что по мере роста туловище увеличивается у ребенка и он может носить его дольше то есть вот эта вот нижняя часть да она конечно тоже будет скажем так уменьшаться в размере но тем не менее все равно еще будет закрыта на несколько лет носки этого топика хватит я думаю что можно даже надеть его и на взрослого если вы миниатюрного телосложения вот такой вот лайфхак и еще необходимо уточнить что когда будете вязать правую завязку сверху то необходимо отсчитать с правой стороны 5 петель чтобы от угла шло раз два три 4 5 вот все начинаем вязать справа налево ну впрочем как обычно просто я имею ввиду что не получится от угла начинать так как мы делали здесь например или здесь внизу нужно отступить все вяжем эти вот хвостики вот так вот кладем аккуратненько придерживая ввязываем в столбики вот так вот и все а ну еще и можно было вот этот хвостик тоже захватить но ладно захватите и еще одно уточнение что наверх на верхних завязках лучше всегда вязать больше рядов если я внизу связала 31 ряд то здесь 35 у меня и так лямочки подвязки все провязаны обязательно уточняю о том что верхние завязки которые будут завязать завязываться на затылке их вяжите по длине и чем длиннее будут сантиметры завязок на шее тем будет лучше для вас самих это по соотношению с нижними завязками в принципе у нас топ уже готово смотрите как топ выглядит в готовом виде в принципе здесь еще можно добавить украшение какой-нибудь ажурную к емочку либо пико связать можно даже нацепить цветочки вниз а можно вообще ничего не делать оставить прямо так я считаю что очень красиво пряжа отлично подошла сама пряжа качественная по ней прям видно она красивая ей удобно вязать также выбран удачный оттенок спасибо вам огромное за обратную связь мне очень приятно когда вы пишете комментарии особенно приятно когда вы вяжете по моим мастер-классом и делитесь своими работами в группе вязаный бульвар вконтакте я желаю вам ровных петель до встречи